Привет, ребята! Вопрос от одного из подписчиков. Должен ли мужчина приносить женщине завтрак в постель? Если такой вопрос возник у него, наверняка, значит, его женщина, которая сейчас в данный момент с ним находится, она ему это сказала. Что я могу по этому поводу сказать? Однозначно нет, но это короткий ответ, а я сейчас попробую его вам расшифровать. Почему женщина так говорит? Значит, с этой женщиной уже что-то не так. Есть такая биологическая природная миссия распределения ролей. Мужчина зарабатывает деньги, мужчина добычек, то есть он делает так, чтобы у вас в холодильнике оказались продукты. А женщина, она не просто должна, она хочет накормить своего мужчину, чтобы он был сыт и довольный. Она от этого получает действительно эстетическое, какое-то моральное, психологическое, физическое удовольствие. И если у вас происходит наоборот, что типа ты что-то там готовишь и тем более должен приносить ей завтрак в постель, это по причине того, что ты уже сейчас ошибся с выбором женщины, потому что нормальная женщина, психологически здоровая, которая тебя любит, ценит и уважает, ей в голову не придет такая фигня. Она может это сказать там в шутку, постебаться, что-то еще, но ни в коем случае не серьезно. И как бы даже если ты там соберешься это делать, она должна сказать, я пошутила. Вторая причина, то что ты изначально себя так ведешь с этой женщиной, так себя позиционируешь, что ей вообще пришло в голову сказать тебе такую вещь. Поверь мне, если мы отбрасываем тот факт, что женщина не совсем адекватная, а мужчины вообще не любят на себя брать какую-то ответственность за то, что с ними происходит что-то не так в их жизни. Если женщина адекватная, то какому-то другому мужчине, который ведет с ней себя по-другому и изначально общается с позицией сверху, а не с позицией просящего, она никогда в жизни даже не скажет. То есть может быть такое, что тебе она это говорит, но какому-то другому мужику у нее даже в мыслях не будет об этом сказать. Значит, ты себя уже так приподнес туда, что ей хватило ума вот это тебе сказать. Это неправильно. Вообще женщина должна готовить завтрак. И не только завтрак, обед, ужин и все остальное. Ей должно быть в кайф от того, что ты проснулся, пришел на кухню. Вообще, кстати, едят на кухне обычно люди или в гостиной, но не на кровати, не в кровати. Ну или там, если вы собрались посмотреть киношку, включили телек, заказали пиццу, там еще какую-то еду она сделала. Да, вы сидите, она приносит, вы сидите, смотрите. Но никаких завтраков в постель быть не должно. Это вообще навязанная нам какая-то модель подкаблучнического унизительного отношения к самим себе в первую очередь и позиции снизу по отношению к женщинам. То есть это все прослеживается еще с давних времен, еще со времен Советского Союза, со времен того же фильма «Три плюс два». Если кто-то смотрел этот фильм, то, на мой взгляд, это один из таких флагманов в плане пропаганды подкаблучничества, позиции снизу. И это фильм о таких мужчинах, и о наглых, с хамским поведением женщинах. Посмотрите, если кто-то не смотрел, ну, люди постарше или мое поколение знают этот фильм, помоложе, обязательно вам рекомендую посмотреть, чтобы понять, как не надо общаться с женщиной. Поэтому, значит, резюмируем. Значит, ты выбрал себе не ту женщину, либо, что чаще всего бывает, ты изначально поставил себя таким образом, что у нее возникает потребность тебе об этом сказать. Я вообще не понимаю, что за мода, откуда это взялось, завтрак в постель. Можно принести завтрак в постель, женщина может мужчине принести, мужчина может женщине принести, но только, наверное, в том случае, если твой партнер или партнерша болеет настолько сильно, что вот даже не может встать с кровати, то, конечно, можешь позаботиться. Но во всех остальных случаях это какая-то деструктивная история, и она уже является таким звоночком в сторону того, что в ваших отношениях не то, что ты не главный, там как бы нет такого, как говорится, есть такая пословица поучи бабу щи варить. Где-то на женской стезе женщина главная, в мужской стезе мужчина главная. Но это уже про унижение, про издевательство, про какое-то ощущение себя королевишной, и про неуважение к тебе самое главное. Если женщина тебя уважает, она никогда не позволит себе такого тебе сказать. А если ты до сих пор не понимаешь для себя, что можно, что нельзя, как правильно, как неправильно, я предлагаю тебе свой опыт, свое мировоззрение, свое видение мира. То есть у меня есть система, которая аккумулировала весь мой многолетний опыт, то есть она состоит более чем из 70 уроков, из пяти модулей, это позиция сверху и настоящие правила игры. То есть о том, как понимать вообще, какие у женщины потребности, какие у них страхи, как влиять на это, как сделать так, чтобы женщина тебя уважала и любила по-настоящему. То есть как себя позиционировать, как себя с ней вести. То есть это второй модуль про живые знакомства, который я считаю вообще важный, самый важный. Если вы обеспечите себя выбором с помощью живых знакомств, то проблем с женщинами не будет. То есть не будет потому, что если вас что-то не устраивает в одной конкретной, вы просто берете и говорите до свидания, я ухожу, потому что вы четко понимаете, что вы сейчас пойдете и найдете себе другую женщину не хуже. А во-вторых, вместе с опытом вы получите как бы и с выбором, вы получите такое ощущение самоуважения. То есть вы там расслабитесь, вы перестанете на задних лапках подпрыгивать перед девушками, вы будете общаться с ними с позицией самоуважения. То есть как минимум на равных или с позиции сверху. То есть в отношениях будете заинтересованы всегда вы оба. Потому что чаще всего сейчас в твоей жизни и в жизни многих парней, мужчин, все обстоит так, что со стороны кажется, что отношения нужны и вообще там секс и все остальное. Нужно только мужчине, а женщине как будто бы это не надо. И она такая снисходит с небес и говорит, ну ладно, пожалуйста, я согласилась. Значит, третий модуль это онлайн общение и знакомство. Переписка для тех ребят, которые все-таки предпочитают не идти в дискомфорт. Четвертый модуль это сближение с девушкой, свидание и, соответственно, переход к сексу. И пятый модуль это правильный выбор женщины, как не ошибиться в выборе женщины и как строить с ней отношения. То есть что может ожидать тебя в отношениях, то есть как общаться там с позицией самоуважения, как строить эти отношения. В данном случае, если мужчина задает такой вопрос, значит наверняка он совершил ошибки абсолютно на всех этих пяти стадиях. То есть начиная там с понимания, как должно быть, где роль мужчины, где роль женщины, заканчивая тем, что он неправильно там с ней сближался и, соответственно, там неправильную женщину себе выбрал, не заметил сразу какие-то потенциальные, негативные моменты в ее поведении. В ее характере. И сейчас уже неправильно строит отношения. Можно ли спасти такие отношения? Не знаю, надо смотреть. Но тут такое, что если ты уже очень сильно нарисовался таким образом, что женщина тебя не уважает и уже проявляет себя, вот так хочет себя чувствовать какой-то королевой, чтобы ты там присмыкался, завтрак, и завтра она тебе скажет, иди готовь еду, иди убирай квартиру, иди что-то еще делай, и я буду лежать на печи. И еще при этом иди зарабатывай деньги. Вот, конечно же, так. А потом еще она скажет, мне не хватает внимания. Она будет все время чем-то недовольна. Поэтому мужчина совершил ошибки на всех этих стадиях.